Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, уважаемые наши контрагенты. Я хочу записать этот общий ролик и для психологов, психофизиологов, специалистов и для наших контрагентов. Как вы знаете, научно-прикладной центр АКМЭ занимается тем, что проводит психологические обследования. И в связи с приказом 749N, который мы предвидели и предчувствовали, там есть строка в пункте 36 о том, что психофизиологические обследования могут проводиться дистанционно через интернет. Замечательно. Как я уже сказал в предыдущих фразах, мы предвидели такую возможность и разработали специальное программное веб-сечение. У нас их более сотни специальных программ, которые могут работать оффлайн, здесь и сейчас, а могут работать онлайн, но очень хитро. Мы предоставляем это программное веб-сечение нашим контрагентам, проводим полноценное психологическое обследование по таким методикам, как MMPI, ПЗМР, простая зрительно-моторная реакция, СЗМР, сложная зрительно-моторная реакция, РДО и так далее. И по ряду других методик. Приказ 749N требует обследования по четырем психологическим пробам, а именно простая зрительно-моторная реакция, сложная зрительно-моторная реакция, реакция по движущимся объектам. Соответственно, некоторые наши коллеги, будем так их называть, из Санкт-Петербурга в частности, я знаю одних таких, но я думаю, что в скорости до этого додумаются и все другие, не очень честные специалисты, так скажем, пытаются проводить психологические обследования так же, как и мы, дистанционно-удаленно, но как это они делают? У них есть программы, они там замеряют время реакции, ПЗМР, СЗМР, РДО, замерение данных реакций происходит у них в миллисекундах, они предоставляют доступ к своему программному обеспечению удаленно с помощью программы, а не ДЭСК или ТИМВИВЕР, не важно, это удаленный доступ, все вы об этих программах знаете. Так вот это я должен вам сказать, профанация психологических обследований. Почему? Потому что в одной миллисекунде, вернее в одной секунде, тысяча миллисекунд. Расчеты ведутся в миллисекундах в нашей программе. Как это делается у наших псевдоколлег, я не знаю, в каких единицах они там все это рассчитывают, но предполагаю, что у нас в среднем, средний любой человек, скорость одной реакции, то есть, что такое миллисекунда, это реакция передачи одного нервного импульса от одной нервной клетки к другой нервной клетке, и она составляет одну миллисекунду. Замерение идет в наших программах ПЗМР, СЗМР, РДО, мы это замеряем офлайн, присутствует задержка даже на уровне одного компьютера, быстрого, пустого, без какого-либо программного обеспечения, просто он сидит и работает на вот эти самые пробы ПЗМР, СЗМР, РДО, в наши компьютеры, в нас в лаборатории. А когда это происходит через интернет, по программе АниДеск, там задержка идет настолько огромная, она просто несопоставима с реальным делом, с тем, что реально происходит в организме человека. В организме человека. Соответственно, вот это даже самый скоростной интернет, какой бы он ни был, то есть наши коллеги из Санкт-Петербурга говорят, что надо, чтобы интернет был быстрый у вас на вашей стороне, уважаемые обследуемые лица, там работники предприятия, где-нибудь в Ноябрьске или еще где-нибудь на Дальнем Востоке. У вас должен быть высокоскоростной интернет. Даже самый высокоскоростной интернет, хоть от Илона Маска, хоть от Господа Бога, хоть не знаю от кого, не обеспечит такую скорость передачи информации, даже близко не подойдет, как в одну миллисекунду. В одной секунде, в одной секунде тысяча миллисекунд. Вот эта таблица, наберите в поисковом запросе миллисекунда в секунду и вы увидите первую вот эту таблицу. В одной секунде тысяча миллисекунд. В среднем, скорость передачи среднего, средних показателей у людей разных возрастов, оно различается. У мужчин, у женщин гендерные различия присутствуют. Она несопоставима со скоростью передачи через самый-самый высокоскоростной интернет. Проводить дистанционно психологические обследования через АниДеск неправомочно. Нельзя этого делать, потому что это все равно, что, я не знаю даже какую метафору привести, измерять расстояние до Луны школьной линейкой. Вот примерно так. Так это выглядит. Это профанация психологического обследования. Просто в силу физических законов. Одна миллисекунда скорость передачи нервного импульса, а скорость интернета несопоставима. Передача интернета несопоставима с этой самой скоростью. Поэтому думайте, дорогие контрагенты, с кем заключаете договора и кто и чем вас будет обследовать. У нас с этой проблемой, повторюсь еще раз, она присутствует, но в меньшей степени. Обследование, также через интернет, но удаленно, с помощью специального нашего программного обеспечения, происходит на стороне пользователя. Мы устраняем задержку интернета. А в дальнейшем полученные данные благополучно через наш сайт могут быть нам отправлены, пересланы. И мы их также видим, но уже правильные, точные, в тысячу раз более точные результаты по функциональному состоянию человека, нежели это делать, псевдо-обследуя человека напрямую через интернет, с помощью Ани Беск того же. На этом, собственно, все. Благодарю вас за внимание и удачи вам.